Институт конъюнктуры, как всегда, начинает оптимистично и оценивает состояние эстонской экономики как удовлетворительное или даже хорошее. Люди заработают, заработная плата увеличивается, а некоторые семьи, по сравнению с первым кварталом нынешнего или прошлого годов, могут даже делать некоторые накопления. Однако дальше оптимистичный тон отчета резко падает. Согласно оценке экспертов, экономическая ситуация в июне этого года значительно хуже, чем три месяца назад или в 2013. По сравнению с другими странами Европейского Союза, экономика Эстонии растет быстрее, что, несомненно, радует экспертов. Как и тот факт, что уровень доверия равен 98,5, и мы опережаем Францию, Финляндию и даже Люксембург. Правда, по-прежнему тормозят не только развитие страны, но и общество, нехватка квалифицированной рабочей силы, недостаточный спрос и недостаток капитала. Чувство уверенности потребителей растет как в Эстонии, так и в ЕС в целом. Финансовое положение семей растет, и в собственном дальнейшем благополучии они уверены больше, чем в благополучии целой страны. Но нехватка специалистов становится все большей проблемой, да и инвесторы все равно с осторожностью вкладывают свои средства. Самыми большими экспортными рынками для Эстонии в суммарном зачете являются Финляндия, Швеция, Латвия, Литва. Экспорт в Россию составляет от всего объема лишь 11%. Ситуация в Украине скажется опосредованно и на экономике Эстонии, как через скачки валютных курсов, так и снижение покупательской способности населения. Скажем, если на поставке продуктов в химической промышленности это отразится незначительно, то на продукции эстонских производителей, того же алкоголя, непременно и весьма болезненно. Конечно, от экономики Украины мы зависим в меньшей степени, но вот с Россией местных банкиров связывают серьезные контракты, да и транзит играет немалую роль для Эстонии. Это означает, что из-за вводимых санкций возможны убытки, а также нужно срочно, уже сейчас, искать новые внешние рынки сбыта.